Здравствуйте! Мы продолжаем с вами наше занятие, и тема, которая будет посвящена сегодняшнее занятие, это художественная культура Византии. Начнем традиционно с периодизации. Отметим, что Византия проходит в своем развитии несколько этапов, и Византия является частью средневековой культуры, то есть средневековой культурной парадигмы, которая после падения Римской империи в 476 году, то, о чем мы вели речь в прошлый раз, после 476 года Римская империя разделилась на два государственных образования, это Западная Римская империя и Восточная Римская империя. Так вот, Византия — это Восточная Римская империя условно, то государство, которое составило основу для формирования восточно-христианской культуры в целом. И культура восточно-христианского мира включала в себя не только Константинополь и прилегающие территории, а также и традиции Балканского полуострова. В какой-то момент времени Древняя Русь, она также развивается в контексте общего восточно-христианского мира. И таким образом, вот эти этапы, которые отражены перед вами на слайде, они последовательно отражают этапы формирования Византии как государства и византийской культуры как феномена мировой художественной культуры в целом. Первый период, период с I по IV века — это традиции раннехристианской культуры, период, который часто называется христианской античностью, по крайней мере, один из его этапов. Время, когда раннехристианское художественное творчество было представлено как один из элементов древнеримского еще искусства, однако с рядом нюансов. Но поскольку христианское вероучение входило в число недозволенных в Римской империи, то, соответственно, и памятники, которые были пронизаны новой христианской идеологией, они создавались таким образом, чтобы быть доступными и понятными только посвященным. Отсюда обилие символов, обилие аллегорий. И отсюда же отметим, что раннехристианский период, он не имеет собственных памятников, такой оригинальной архитектуры, потому что первые христиане, они собирались в римских катакомбах, например, то есть использовали жилые дома, а у них не было собственных культовых сооружений, которые в дальнейшем уже появятся. Второй период, который характеризует развитие византийской культуры, это период V-VII веков, это время ранне-византийской культуры. Ранне-византийская культура, когда после 313 года, после Миланского эдикта, христианство становится официальным вероучением, государственной религии, это дает мощный импульс для развития архитектуры, искусства изобразительного и так далее. И для периода ранне-византийского искусства отметим особую роль личности императора Юстиниана, который благодаря своим личным качествам, благодаря тому, что в его правлении империя достигает одного из пиков своего расцвета, вот эти все особенности, они обусловили то внимание и интерес к произведению художественного творчества в указанное время. Следующий этап, третий, это культура эпохи иконоборчества, которая тоже в своем развитии проходила несколько этапов, но считается, что завершающий такой аккорд — это 1843 год, то есть период иконоборчества, который связан с отрицанием фигуративности, связан с отрицанием почитания икон, и это была одна из ересей, которые получают распространение достаточно широкое в рамках византийской культуры. После победы иконопочитания над иконоборчеством начинается новая эпоха, это средневизантийская культура, период с IX по XII века. Здесь многие моменты были связаны с обращением вновь к античной традиции. Здесь мы говорим о том, что появляется уже отработанная и усовершенствованная новая система конструкции — это крестово-купольный тип храма. И также благодаря разработке крестово-купольного типа храма была сформирована и средневизантийская схема храмовой декорации. Средневизантийский период, который стадиально совпадает с этапами Киевской Руси и с периодом княжеских междоусобий с XII века, если мы говорим про отечественное искусство. Это важно, потому что, как мы уже отметили, взаимодействия между двумя государствами и между двумя культурами были очень плотны. После завершения средневизантийского периода начинается новый этап — это культура XIII века, а время никийского изгнания, период, который достаточно драматичный для византийской истории, когда в рамках очередного крестового похода Константинополь был завоеван рыцарями, и они часть культурного наследия перевезли в Западную Европу. Восстановление императорской власти произошло в 1261 году, и начинается заключительный этап — период поздневизантийской культуры, это время XIV-XV веков, время палеологовского ренессанса, время взлета последнего заключительного византийского искусства и византийской художественной традиции. Завершается эволюция византийской культуры падением Константинополя в 1453 годах. Однако мастера и наследие, которое было создано за этот грандиозный период существования, они продолжили свою жизнь, но уже на других территориях. В частности, была сформирована и Талакритская школа, о чём тоже в своё время писали исследователи. Говоря об общей характеристике византийской художественной традиции, отметим в первую очередь многообразие источников данной культуры. Сюда традиционно исследователи относят традиции античности, в первую очередь это пластика, это особое внимание к телесности. Далее традиция иудаизма с таким особым вниманием к слову, к определённой глубине трактовки, к аллегоризму и символизму, иудейская традиция. И третий источник — это ближневосточное искусство, которое было пронизано такими экспрессивными мотивами, драматизмом и в какие-то моменты даже экстраординарностью. Именно с Востока происходят аскетические многие учения. Считается о том, что и монашество произошло именно в этих местах, то есть территории древнего Ближнего Востока. Это источники византийского искусства, и их сочетание дало ту яркую и необычайно интересную культуру, о которой сегодня идёт речь. А вторая важная особенность, которая требует быть названной, когда мы говорим про общие особенности византийского искусства, это, конечно, христианство как основа, христианство как такой вот содержательный и глубинный смысл, который пронизывает византийское художественное творчество. Преимущественно памятники, которые мы будем рассматривать, это образцы культовой архитектуры, это образцы иконописи, религиозной, монументальной живописи. Потому что, конечно, Византия была христианской империей, и этот факт существенно обогатил культуру. Третья особенность, которая характерна для византийского искусства и которая, в общем-то, вытекает из предыдущей, это церемониальность и иерархия. В контексте христианских представлений мир иерархичен. У него есть чёткая, идеальная, гениальная структура, частью которой является в том числе и человек. И вот эта иерархия прослеживается не только в структуре византийского общества, она прослеживается в иерархии, например, зон, которые использовались для храмовой декорации, она прослеживается в каких-то характеристиках, которые связаны непосредственно с тем или иным видом искусства. То есть черта, которая актуальна для любой сферы византийской художественной культуры. И отсюда интересы, внимание к церемониям, части из которых мы можем с вами встретить на изображениях, которые связаны с мозаиками и фресками византийского периода, торжественные входы императора, императрицы в храм и так далее. Таким образом, вот эти особенности, которые, конечно, мы охарактеризовали очень кратко, они требуют рассмотрения на примере конкретных памятников. Начнем мы с вами с архитектуры и отметим, что для школьной программы в рамках этого курса основное достижение, которое связывается с византийскими архитекторами, это формирование крестово-купольного типа храма. Вот на данном слайде мы видим изображение этой конструкции, и на этом слайде мы видим последовательную эволюцию, как из римского крестового свода постепенно развивается та форма, о которой мы с вами говорим. Скажем, что были такие промежуточные этапы, например, купольная базилика. Купольные базилики, которые известны в период уже ранней византийской культуры, а в частности это шедевр зодчества, шедевр архитектуры, выдающийся памятник мирового художественного наследия, это храм Святой Софии в Константинополе. Константинополь – это столица Византийской империи, современный город Стамбул. Софийский собор, который перед вами был построен в 30-е годы VI века, известны имена архитекторов, это Исидор из Милета и Анфимий из Трал. И по легенде, когда император Юстиниан, во время правления которого и была реализована данная грандиозная постройка, когда Юстиниан увидел готовый результат работы архитекторов, он произнес фразу «О, Соломон, я превзошел тебя», таким образом показав свою преемственность с этим легендарным правителем. Действительно, сооружение грандиозное, интересная структура, интересная композиция. Это главный, это кафедральный собор. Его купол имеет диаметр более 31 метра. И здесь как раз византийские мастера использовали новую систему, которая позволила более рационально распределить массу купола, массу несомых частей для того, чтобы сделать стены не такими толстыми, как это было характерно для предшествующих периодов, например, для пантеона, для храма всех богов, который мы с вами рассматривали в прошлый раз. Ну и интерьер собора, он тоже был украшен очень пышно, поскольку храм является вершиной не только вершиной развития системы сводчатых перекрытий, но и вершиной, вот таким вот знаком, ответным даром Юстиниана Творцу, то есть ответным даром императора Богу. Конечно, здесь работали лучшие мастера, использовались самые лучшие материалы. Это полудрагоценные камни, это мозаичный декор. И до сих пор сооружение поражает своей красотой, несмотря на то, что многие части декора были утрачены в период иконоборчества и в период после середины 15-го столетия. Среди выдающихся образцов изобразительного искусства мозаик, отметим, что убранство Софийского собора, оно выполнялось поэтапно, то есть не всё было сделано в VI век. Здесь включаются образцы живописи и средневизантийского, и даже поздневизантийского периода. И особое место здесь занимают так называемые ктиторские композиции, то есть посвятительные, которые изображают фигуру императора или императорскую чету, которые преклоняются перед образом спасителя или перед образом богоматери. В данном случае это изображение Льва VI перед Христом, и следующее изображение – это Константин Великий и Юстиниан перед богоматерью на престоле. Вот мы видим о том, что один из них подносит богоматери модель городских стен, это император Константин, который является основателем города в том его состоянии, и второй – это император Юстиниан, который подносит богоматери модель храма. То есть такая вот тема будет развиваема и дальнейшими императорами, и дальнейшими мастерами. В русской традиции, в контексте древнерусского периода тоже такие вот княжеские и потом царские образы будут очень актуальны. Многочисленные композиции, которые здесь представлены, они отличаются по своим стилистическим качествам, то есть где-то мы с вами встречаемся с более плоскостной трактовкой, где-то используются даже приемы моделировки лика, которые были свойственны для икон. Вот как в данном случае это деисус, композиция, которая относится к позднему периоду. Здесь мы видим очень тонкие переходы, очень тонкие нюансы, и используют мастера мозаики мелкомодульные для того, чтобы таких вот качеств и свойств добиться. Кроме Софийского собора, конечно, VI век, он знаменит своими центрическими постройками, такими как церковь Сан-Виталий в Равенне или церковь святых Сергия и Вах в Константинополе. И также в это время продолжается строительство и базиликальных сооружений, к которым можно отнести памятники Равенны, такие как базилика Санта-Полинара Инкляссе и базилика Санта-Полинара Нуу. В отличие от центрического типа сооружения, тут своя система храмовой декорации. Основная тема, которую решают художники, это подчеркнуть вот этот мотив движения по оси восток-запад, то есть постепенного приближения к наиболее такой сакральной части, то есть к алтарной части, потому что именно здесь совершается ключевое таинство для христиан того времени — это таинство Евхаристии. И в общем и целом такой евхаристический характер, он очень характерен для глубокого понимания средневековой художественной традиции и византийской в частности. Для того, чтобы подчеркнуть вот этот мотив движения, часто используется мотив процессии. В данном случае в базилике Санта-Полинара Инкляссе мы видим шествие мучеников и мучениц, которые тоже направлены от входа к алтарной части. Не все памятники этого времени имеют высокую степень сохранности, часть была утрачена безвозвратно, поэтому здесь большая благодарность и низкий поклон тем исследователям, которые занимались изучением этой традиции. Делалось это и в рамках русской историографии, а в частности вот ансамбль «Церкви Успения» в Никее, он был изучен, была выполнена фотофиксацией именно отечественными исследователями еще в довоенное время. Постепенная эволюция живописи сохраняет определенные устойчивые консервативные черты, такие традиционные, которые находят воплощение в использовании устоявшихся типов христианской иконографии. Христианская иконография – это композиции, которые связаны с изображением или спасителей, или богоматери, или святых, или каких-то религиозных сюжетов, которые могут быть связаны также с христологическим и мариологическим циклами. Основные типы иконографии тоже можно назвать. Для Иисуса Христа – это образы спаса нерукотворного, образы пантократера, образа спаса на престоле и другие. А для образа богоматери традиционно говорят об иконографических типах богоматери – знамения, которые известны в разных вариантах, и также об образах богоматери умиления Елиусы и одигитрии, то есть путеводительницы. Каждая из них имеет значительное количество разновидностей и вариантов. Но для примера скажем, что иконографии богоматери Никодим Павлович Кондаков еще в XIX веке посвятил небольшой двухтомник, страниц на 700, поэтому при желании, конечно, следует изучать эту тему более углубленно. И отметим, что поздние периоды развития византийского искусства тоже находят воплощение в конкретных памятниках, которые, несмотря на то, что были выполнены на излете византийской традиции, тем не менее, они являются шедеврами невероятного уровня и по художественным качествам, и по своему идеологическому содержанию. К образцам такого поздневизантийского художественного творчества традиционно относят столичный памятник – это церковь монастыря Хора, церковь Кахрие Джами, которая также представлена перед вами. Церковь была построена в XII веке на месте более раннего памятника, и в XIV столетии храм был реставрирован и частично тоже перестроен. Интерьер собора украшен полностью мозаичными и фресковыми композициями, сохранность которых позволяет реконструировать и общий замысел мастера, то есть какую идею он хотел донести до зрителя, который входил в данное церковное пространство. Часть сюжетов посвящена истории Богоматери, это мариологический цикл. Вот перед вами образ Богоматери с пророками. Это мозаика, которая располагается в нартоксе, то есть в такой внешнем притворе. И фресковый декор также здесь представлен. Это композиции, которые украшают пары клесей. Тоже дополнительный такой компортимент храма, который имел погребальное значение. Там были погребения гробницы ктиторов, вкладчиков. Поэтому композиции, которые здесь представлены, они в общем и целом раскрывают тематику воскресения и тему страшного суда. Перед нами как раз эти фресковые композиции. Они многофигурные, очень сложные. Обращаем внимание на то, что мастер, работая с ними, выражает именно аристократическую линию развития. То есть это идеальная гармония, это античное понимание пропорций, это изумительное колористическое решение с такими тонко шанжированными оттенками, с плавными переходами и нюансами. При этом какая-то абсолютная законченность и отсутствие чего бы то ни было лишнего. Каждое движение закончено, каждое движение расположено на своем месте, каждая часть композиции идеально выверена. Мастер использует масштаб чуть меньше человеческого роста для того, чтобы подчеркнуть вот этот мотив, определенные границы между миром земным, между церковным пространством и миром горним, куда в конечном итоге по христианским представлениям приходит каждый человек. И композиция «Сошествия в ад», сцена, которая также расположена в этой части Кахрие Джами. Тема смерти, тема загробной жизни. При этом отметим, что здесь нету какого-то драматического накала, страдания, страхов и так далее. Наоборот, ощущение гармонии, красоты, чистоты, порядка и всех таких положительных характеристик, которые характерны для этой композиции. Также отметим, что в период своего существования византийские художники могли использовать разные техники. Древнейшие иконы, которые мы знаем от византийской традиции, они были выполнены в технике энкаустики. В данном случае образ Христа Пантократора, который перед вами, он происходит из монастыря Святой Екатерины на Синае. А энкаустика — живопись восковыми красками, которая тоже требует очень высокой степени мастерства, потому что после застывания эти краски уже не поддаются корректировке. Далее наиболее распространенной в указанном культурно-историческом этапе становится техника темперной живописи, где в качестве связующего для пигментов используется обычно яичный желток. И вот такое последовательное развитие техники оно также приводит и к изменению художественных приемов, которые были актуальны для мастера. Ну и основная задача — это, конечно, создать некий прекрасный образ, который позволил бы прикоснуться к миру горнему, потому что, конечно, говоря о византийском искусстве, нужно помнить и о византийской философии, вот о тех представлениях, которые были связаны именно с пониманием искусства в рамках христианской религии. Искусство от него, от искусства, требовались решения очень сложных задач, и от художника тоже, поэтому чаще всего художники и иконописцы, они были монахами, это предполагало высокую степень самоотречения, для того, чтобы быть кистью в руках Бога, и для того, чтобы создавать именно не картинку, которая посвящена религиозной тематике, а именно создавать образ, который предполагает молитвенное общение. Это очень сложные темы, которые решали византийские мастера. И многие памятники византийской традиции, они потом были перенесены на Русь, как, в частности, Владимирская икона, которая перед вами образец XII века, и во многом они обусловили такое же отношение и к личности мастера, и к качествам художественной культуры. То есть здесь уже, кроме, так сказать, каких-то государственных идей, возникает ещё очень важный момент, то есть этический, нравственный, дидактический. Их сочетание, оно и создало такое уникальное явление, как византийская художественная традиция. Таким образом, рассмотрев этот период, мы поняли, что количество памятников становится всё больше и больше, поэтому мы остаёмся только в рамках самых общих характеристик и называем такие общепризнанные шедевры. В целом предполагается глубокая и самостоятельная ваша работа. Благодарю вас за внимание.